здравствуйте друзья мы движемся по шумной немножко дороге я надеюсь дальше будет меньше шума значит и только чтобы были на трех open house в санивэйле и там 1800 миллион 800 миллион 900 2 миллиона достаточно дорогие и архитектурные там всякие вопросы возникали и мы так вроде сели за руль едем в санта-крус и света говорит ты знаешь вот ребята спрашивают часто это действительно очень частый вопрос может быть вот я приеду куплю кусок земли и построить дом и может быть это лучше чем покупать готовый и я думаю что вопросы этим так массово происходят потому что там где ребята живут там наверное проще значит купить кусок земли построить дом если ты можешь это сделать то есть наверное это так вот но у нас это не совсем так или сказать совсем не так и света хотела поговорить о каких-то архитектурных особенностях в привить привить к новичкам да я правильно понял ну вообще к людям которые никогда не строили дома скажем так нет а может быть он строил день в полтаве или там в нижневартовске почему он может быть строим по громче говорим микрофон я думаю меня будет слышно потому что микрофон прямо на меня направлен да дело в том что вот как раз последний сюжет где самый дорогой дом новый дом люди положили огромные деньги ведь у нас в калифорнии дом построить это в общем-то не шуточное дело это стоит будет оригинальный хозяин если он сам не контрактор да вот такой рыночный рыночный цене сегодняшний маркете это может быть легко долларов 350 за скверфуд легко 3 500 за квадратный метр да и на площадь в 2000 в 200 квадратных метров это получается в общем-то довольно приличная сумма 700 800 тысяч это только строительство ну мы считаем что допустим участок земли там люди купили отдельно и конечно цена ошибки такая к стоимостью больше полумиллиона это в общем-то большая цена поэтому я бы сказала что здесь применимо пословица 7 раз от мире один отрежь применительно к новичкам которые думают что даже построен да дело в том что каждое самое каждый географический скажем регион да имеет свои какие-то привычные архитектурные какие-то каноны что каноны штаны штампы да и вот значит ну и помимо чисто таких принятых вещей еще есть вещи которые должны быть просто рациональны то есть нужно очень хорошо продумать а как этот дом будет смотреться потом а как вы люди будут использовать может быть китайской культуре и я подозреваю что этот дом строили либо индусы либо китайцы вот так мне кажется да в их культуре может быть нормально иметь мастер-спальню вход в которую будет через дайнингром и многие скажут а у вас тоже так у нас тоже так но у нас идет там коридор большой из которого идет выход на веранду и это уже не совсем ход мастер-спальню это уже просто такая дверь а здесь получается что вот у тебя гости сидят в family room а там даже ливинга нету вот пришли какое-то там количество гостей вот они тусуются на этом единственном пятачке вокруг кухни и с одной стороны у них мастер-спальня с другой стороны у них самый маленький детский дверь в мастер-спальню и дверь в детской спален и получает такая штука что это несчастный ребенок то есть он должен там верит а пустеньки такие там будет все слышно конечно может быть действительно в какой-то стране из которой эти люди может быть так строят абсолютно я даже убеждена что это просто люди приехали сюда со своими какими-то мыслями в голове и даже не дослушали посмотреть а как строит здесь то есть ты имеешь ввиду вот что давай я переведу то есть имеешь ввиду что если человек приехал там из нижневартовскому вот условно значит и он хочет построить дом сша он может построить такой дом как он строил или там его друзья строили в нижневартовске и может оказаться что он прозвать его потом не сможет конечно конечно значит помимо этого да чисто такие вот дом этот участок его специфика состоит в том что он не широкий очень и он довольно таки вытянутый дом вытянутый в сторону от то есть получается так что там рядом с гаражом всего места на одну какую-то эрю да и они там сделали вот какой-то отдельный там гостевой свит с отдельным туалетиком и с выходом на улицу ну допустим даже но обычно что делают даже если у тебя кухня если нет у тебя living room все равно это считается более-менее public area public area где люди тусуются где они смотрят телевизор где они отдыхают и они разговаривают громко public area и спальную ее нужно как-то разделять ты желательно пространство разносить все-таки до желательно и все-таки не делать вот такой вот микс из них чтобы было вообще непонятно где тут какая или но конечно смотрится с улицы красиво дом напротив мы снимали улице смотрится красиво когда вот это переднее окно самое большое она например идет в красивую ливенгром когда вечером там горит цвет это все очень красиво и никого это не смущает потому что там никто не спит то есть там может вечером горит цвет это будет улица все красиво и будет замечательно вот а здесь получается гостевой сводит но может быть там какая-то бабушка или дедушка из индии будут жить им нужен отдельный вход чтобы никого не беспокоить они может быть любят по утрам или по ночам гулять как бы тещина такая да но они каким-то образом приспособили это под свои нужды но в итоге у них получился floor plan да вот дизайн но совершенно не идущий в разрез нашим местным канонам ты знаешь что если бы люди построили дом для себя и жили в нем то может быть и не было бы проблемы никакой до момента продаж да конечно но они строили бы на продажу то есть там вот по самому строительству по уровню то среди видно что они строили бы на продажу они хотели заработать и не во-первых первый момент состоит в том что когда ты даже прожил много лет в старом доме хочешь его продать и думаешь их построить сейчас новый дом и продам и заработать денег ничего не получится заработать заработаешь деньги только на том что земля стала дороже до этот участок земли вырос в цене и вот это будет твой профит то есть на самом деле жизнь показывает что что-то продаж старый дом который первый мы видели за миллион семьсот пятьдесят что ты продашь и этот новый дом твой профит составит ровно то что подорожал вот эту часто другое дело свет что все-таки когда человек берет такой дом на который смотреть страшно и потом делает некий косметический ремонт дешевенький дешевенький но сразу как бы можно вот тут можно же наварить какие-то деньги обычно это контракторы конечно не конечно за счет красоты конечно вот тот дом который продавался напротив нас там он был совсем уже там 30 лет не было никакого ремонта они просто его покрасили красиво красивыми цветами посадили травку и покрасили ванную комнату кухню покрасили кабинеты сами потому что они там 49 года и и все и ну просто немножко привели в товарный вид но это не то что делать ремонт например там перестроить весь дом и считать что ты на этом заработаешь нет они просто сделали так вот товар лицом и все это немножко разные если ты не контрактор у тебя нет контракторского лайсенса если работу контрактора ты будешь оплачивать то наварить вот эти да контрактор получает контрактор помимо вот расходов своих которые связаны с тем что он тоже берет наемную рабочую силу стоимость материала и так далее его профит составляет от 10 до 15 процентов то есть грубо говоря если бы вам удалось строить по таким ценам по которым строит генеральный контрактор то вот эти 10-15 процентов профита вы могли бы себе взять но поскольку взять себе не удается а надо отдать генеральному контрактору то можно еще и в минусе оказывается нет в минусе не оказывается просто потому что если участок куплен давно то все равно это все выросло все равно это если это неразумное архитектурное решение если цена дома будет ниже просто в силу того что плохо неправильно построили неправильно да и вот это вот вопрос я в свое время когда мы строили наш первый дом меня настолько переполняли эмоции по строительству что я не выдержала написала книжечку для владельцев домов которые начинают строить свой дом в самом начале меня это спрашивает где книжечка она на английском языке она у меня висит там даже где-то ты знаешь где меня спрашивают где книжечка я не знаю где на английском языке она не по-русски на английском спрашивают где книжечка ну надо повесить это данный портнов.com и дальше вот и в частности перечисляются вопросы на которые хозяин дома должен себе ответить прежде чем он начнет вообще строительство вот ну и конечно же безусловно нужно познакомиться с тем как строят в этой местности потому что ну вот такой дом я не думаю что вот с высоты своего сегодняшнего до видения этого опроса что найдутся много желающих его купить за такие деньги конечно у всего есть своя цена то есть конечно него найдет свой покупатель да но придется им сильно снизить цену и из трех домов вот это единственное который стоит на маркете 26 дней все остальные там три дня и два дня и шесть дней сейчас рынок в общем-то такой достаточно активный и 26 дней так говорит уже о чем-то да конечно что цена неправильная цвет такой вопрос все-таки если человек лелеет такую мысль построить дом сам да из-за чего люди в америке почему они например хотят построить дом сами если примесли привар приварка я не знаю нету я отвечу я буквально вот буквально в течение там этого месяца разговаривал с одной женщиной которая тоже строит новый дом а у них давно уже участок существует и в общем мы с ней так ну разговаривали о том сколько она собирается там получить прибыль и все такое и уже она продажа да настрой ты хочешь продать ну и в общем она тоже понимаешь она сильно много не заработает потому что там большой пришейшин самой земли да но дело все в том что как сказать опять мы возвращаемся к той же теме предназначения вот человеку хочется построить на самом деле это такой колоссальный опыт когда ты построил дом от начала до конца тебя так распирает если тебе нравится это уж есть люди которые даже на дух не переносит это саму мысль или им просто у них уже начинаются сутки от одной мысли что им придется иметь дело с контракторами но если человеку хоть что-то нравится нравится планировать нравится дизайнировать они себе видят уже картинки этого будущего дома то есть и немножечко и есть нет да и есть деньги которые потом отобьются то есть это деньги не выброшенные но на самом деле это колоссальное удовольствие да вот что-то сопланировать себе продумать все детали и потом получить это и когда ты получаешь вот уже готовый продукт это совершенно непередаваемое ощущение когда ты видишь это все воплощенным поэтому люди имеют фан почему не за свои строительство дома не на продажу а для себя вот если которые себе строят дом а ничего не могут купить вот такое как им нравится из-за чего они я скажу такую вещь что вот мы смотрим очень много сейчас поскольку земли мало очень часто бывает застройка такая да когда большой застройщик там делится на какие-то кусочки и эти дома они все похожи друг на друга как близнецы у них всех стандартные кухоньки стандартно это все сделано без всякой вот а хочется чего-то интересного и то же самое ходишь таунхаузы всюду одно и то же и ходишь в дома отсюда одно и то же а хочется чего-то такого для души кроме того не забывай что потребности да все-таки у всех разные вкусы и в вкусы да само заодно потребности даже чисто вот например наш дом который мы строили да у меня очень привлекло что там была изначально построена санрум до который мы просто немножко переделали и нам некуда было девать спортивное оборудование то беговую дорожку там elliptical и мы просто поставим нам нужна была эта дополнительная комната да где это нужно было поставить когда мы строили дом у нас тут на тот момент была собака например да и мы строили дом с прицелом на то что для собачьей будки для собачьего места должно быть место чтобы он не спал посреди комнаты и все спутыкались через него ниша такая да мы сделали специальную нишу где стояла его будочка она не стояла на проходе это все было замечательно но вот эти вот нюансы они как бы очень важно у нас даже возле светиного офиса была отдельно дверь во дворик такой дворик был маленький огорожен огорожен там специально лежала артифишал травка была искусственная травка чтобы он ее не желтил своими писюльками вот и травка всегда была зеленой да и он там гулял он там спал рядом со мной когда он хотел там прийти пообщаться он подходил к этой балконной двери мы с ним общались вот но я хочу сказать что да у всех потребности разные кому-то например очень может быть что вот этим людям которые запланировали этот дом им кровь из носа нужна была вот эта комната с отдельным выходом у них там был человек которым нужно было поселить они же на продажу строят вот но когда ты строишь просто на продажу сам по себе конечно такое комната с отдельным выходом это сама по себе ценность единственное что я бы не стала эту комнату делать с видом на улицу ее можно было сделать где-то подальше тем более что у нее отдельный вход отдельный вход но там нету кухни поэтому сдать например ее кому-то просто сдать без кухни это как ну понимаешь какая штука если ты уже планируешь вот так что это будет отдельный свой я думаю что сити не разрешила бы им делать еще одну кухню сети не любят таких вещей вот но там можно было как-то придумать например сделать немножко туалетик побольше и потом запланировать там какую-то перегородочку и потом со временем поставить туда какую-то маленькую это новый двухмиллионный дом маленькую раковину то есть еще это все можно было бы на самом деле мы видели как строят китайцы в самых дорогих местах они иногда строят очень красиво очень красиво но я просто к чему говорю что они строят 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 и дальше там чего-нибудь такое они там еще кого-то норовят поселить вроде бы место дорогое и дом дорогой и там сзади какая-то бутылка всегда вот это вот инло юнит он всегда ценен тем более представьте себе что такой дорогой дом сколько за него нужно платить месяц если можно иметь дополнительный инком виде сдачи этого жилья это неплохо но если даже строится такой юниту надо все продумать досконально действительно совсем без кухни нельзя это может быть совсем маленькая кухонька с крошечной какой-то моечкой и совсем маленькая электрическая плиточка или или конвекшенал плиточкой там на одну комфорту но что-то там должно быть такое над этим надо подумать ну давай тогда так мы раз мы начали это все с мыслью новичка значит если вы только приехали в страну и прожили в ней месяц или там две недели ничего строить даже если у вас есть деньги даже особенно если есть денег нет таких потерять их не судья вот а вы так значит не влипайте никуда значит живите себе на здоровье зарабатывайте денежку которая есть берегите потому что потом сложно накопить когда значит на новом месте вот и присматривайтесь а если наступит такой момент и вы скажете себе знаете вы спросите себя а а могу я например не строить если я могу не строить тогда я не буду строить и вдруг вам внутренний голос нет говорит внутренний голос ты не можешь не строить ты должен вот но вы тогда уже вооружившись там знаниями надо понимать опять мы все время возвращаемся к мере ответственности да надо понимать что идет ответственность за очень большие суммы и просто очень досконально это все очень скрупулезно изучить на днях у меня переписка была в фейсбуке там человек говорит что у меня есть где-то миллион долларов наличкой у них бизнес у нее в москве бизнес и бизнес успешный то есть он и сейчас успешно и он как бы действующие все такое вот я хочу я скоро приезжаю соединенные штаты он переезжает силу каких-то причин что вот ему там уже перестала нравится и он говорит вроде и доход с бизнеса есть и миллион долларов кешем есть и вот я думаю купить ну там каком-то недорогом штате где-то он там за полмиллиона хотел купить там особняк больше и он говорит вот как вы считаете это имеет смысл я скажу что это на самом деле в том что допустим даже он рассчитывает прожить остаток дней своих здесь и получать доход со своего бизнеса в россии что вряд ли мужчина достаточно молодой то есть ему лет там 38 что скорее всего вряд ли потому что ситуация там меняется ничего ему придется здесь чем-то заниматься дело в том что допустим он даже купит дом в каком-то не очень дорогом месте а что там происходит с работой если место недорогое то с работы там ничего не происходит а можно и там вообще что заработать а может быть это маленький городок да где есть там две пекарни три парикмахерских и все его там вообще нет дальнейшего роста никакого в этом городке конкретном и дальше тоже привязан к этому дому и уже и издать его невозможно потому что там никто не живет и никто не снимает люди на работу не приезжают и все это дом просто похоронен я сказал все это дословно я ему сказал понимаешь ты не знаешь где ты будешь жить через два года ты только приехал ты не знаешь поэтому значит дом в таком месте где ты хочешь его купить очень трудно сдать очень трудно продать мы не знаем где будет в каком состоянии будет рынок недвижимости через пару лет когда ты захочешь это сделать поэтому если у тебя есть деньги и ты хочешь жить в шикарном доме и ты говоришь себе но в крайнем случае так я с этих 500 тысяч там 150 потеряю если неудачный будет расклад и хрен бы с ним ну так конечно купи вот и он говорит нет он понял что я хотел сказать на самом деле конечно если у человека есть деньги у него есть успешный бизнес он может просто снять такой дом вот который он хочет купить да и просто снимать его он же думал как что не тратить деньги понимаешь деньги все равно есть они лежат ну так он уже купил и не тратился понимаешь сложно надо сориентироваться в стране я не думаю даже что имеем очень много денег можно сюда приехать из первого момента прямо начинать круто зарабатывать и что только надо осмотреться и все равно потратила в том нет начинать зарабатывать неплохо но дело в том что не имея особого опыта плохо покупать что-то от чего потом трудно избавиться конечно давайте недвижимость в целом как вид инвестиций или там не инвестиций покупки это такая штука от которой временами не всегда но временами крайне сложно избавиться без потерь да когда все хотят избавиться когда в целом там кризис где-то и многие люди говорят надо бы избавиться а уже цена упала и пошло и поехало особенно в таком месте где дешево она же не случайно дешево поэтому если там все дешево и ты берешь что-нибудь дешевенькое то у него всегда будет возможность как бы да куда-то его слить а если там все дешевенько там допустим за 150 тысяч можно купить домик так все так живут а ты взял за полмиллиона а куда же ты его денешь потом а его издать нельзя там нет людей с таким доходом чтобы его сдать поэтому так это все нам навеяло вот это вот архитектурная да 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 которые вы посмотрели вообще темы недвижимости они совершенно какие-то бесконечные и очень много вопросов люди потому что это действительно большой investment самый большой инвестмент твоей жизни на самом деле и заработал мы знаем что десять из девяти девять из десяти девять из десяти десяти девять из десяти миллионеров сделали это все на недвижимости поэтому у нас оно хорошо пишет так ребята мы сами не подсчитывали но пишут ну и в этом смысле когда мы видим какие цены вокруг так все наши друзья уже миллионеры все дома которые когда-то не дар упали за у нас тут все они все уже полтора миллиона 20 до 15 даже 12 до 10-12 купили какую-то недвижимость они уже все имеют там по миллиону в этой недвижимости кроме тех кто эти деньги вынимал периодически чтобы еще что-то купить тогда то есть вы можете там накопилось вынул накопилось вынул долги растут есть такие тоже варианты да ну что же светлые да я думаю что мы выплеснули выплеснули на батная пункция мы на бат мы берега англичане кирпичом все ружья не чистят новички недвижимость там аккуратненько давайте вот что покупать что перестраивать что строить с нуля счастливо а